Да, в городе Ставрополь не так просто припарковаться. Всем добрый вечер, друзья! Сейчас мы будем смотреть достопримечательности наши новые. Новая достопримечательность заключается в том, что у нас установили бронзовый памятник на театральной площади, это на улице Артема, нашему мэру, который умер с 30 апреля этого года. И вот сейчас мы с вами туда и пройдем и посмотрим этот памятник. Это у нас улица Морозова. Ну, названа она в честь первого секретаря Губкома. И сейчас я вам покажу, где установлен его бюст. И еще у нас здесь есть одна достопримечательность. Это вот бывшая мечеть. Вот это бывшая мечеть, смотрите. Вот видите. Ну, сейчас это, конечно, не мечеть. Она просуществовала всего лишь 15 лет. И эту землю подстроить в мечети, она называлась тогда Магоментанская, подарил князь Абазинский в конце 19 века, построили ее уже в 20 веке. Это в 1913-1915 году. А сейчас это просто-напросто картина галереи пейзажиста Гречишкина. Вот бюст Михаилу Морозу и почему, собственно говоря, названа эта улица. Это вот один из организаторов большевистской группы РСДРП и активных борцов за советскую власть. На Ставрополе героический погиб на боевом посту секретаря Губкома РКПБ. 27 июля 1918 года. Ну, можно сказать, что наш мэр тоже погиб на боевом посту. Он всегда в 4 часа там объезжал город наш, на скутере. Потом приехал домой, позавтракал. Вышел на порог дома, ему стало плохо. И вот решили увековичить его память. Так, это вот общежитие. Общежитие номер один. Сверо-Кавказского федерального университета. Впереди у нас улица Пушкина. В общем, названия здесь какие раньше были? Пушкина, семинарская была. Дальше будет у нас улица Артема, она поперечная была. У нас любят переименовывать название улиц. Так, вот, пересекаем улицу Пушкина. И вот прямо выходим, прямо-прямо-прямо-прямо вот туда. У нас и находится театральная площадь и театральный сквер имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Трагически погибся у нас на Ставрополье. Там у нас находится академический театр драмы имени Лермонтова. И, в общем-то, самого детства я знаю, что здесь у нас была театральная площадь. Это, в общем-то, улица раньше называлась гимназической. Ну, потому что здесь была у нас мужская гимназия. Потом уже переименовали в Морозово. Ну, а впереди у нас вот там стадион «Динамо» и, соответственно, площадь Владимира Ильича Ленина, где у нас находится. Дом правительства. Ставропольская. Краевая дума. Здесь вот с правой стороны, кто помнит, это было училище связи. Сейчас, как мне написали, штаб здесь находится. И вот здесь бывший. А вот там, не знаю, между деревьев может будет вам видно. Вот «Нива» написано. Здесь бывший ресторан «Нива» был. Такой знаменитый ресторан в советское время. Так, ну, наверное, вот здесь где-то памятник. Значит, я как посмотрел. Бронзовый памятник. И мэр стоит около лавочки. В общем, я честно вам скажу, никуда не хотел я ехать. Просто, мне просто заинтересовало. Ну, мнение граждан разное было. Буквально сейчас я в Инстаграм зашел, почитал, что было голосование. И большинство проголосовали за то, чтобы установить здесь памятник нашему мэру. Ну, в общем, по комментариям. Вчера почитала комментарии по Яндесу, по новостной строке. Если есть комментарии, вы, люди, все-таки писали противоположные комментарии. Вот этот у нас театральный сквер, он красивый. А нет, здесь просто собралась молодежь. Почему-то я подумал, что здесь установлен памятник. Ну, давайте вот здесь пройдем с вами по театральной площади. Ну, здесь заслуха в чем мэра? Что здесь дважды укладывалась вот такая тротуарная плитка. Облагораживалась территория. Ну, все-таки это центр города Ставрополь. Естественно, здесь и асфальтное покрытие чуть ли не каждый год меняется. Растут вот такие огромные ели. И, в общем-то, летнее время я сюда летнее, осеннее люблю сюда приходить. Нет, весной я сюда не прихожу. Ну, вот в этом году я, наверное, первый раз сюда пришел. Вот наш академический театр драмы. Смотрите, какая красотища здесь. Так, время у нас, смотрим, 18 часов 20 минут. Добро пожаловать. Ну, значит, открыли театр, но он был закрыт, там ремонт какой-то делался. Ну, потом пандемия же была, вы сами знаете. Естественно, театр был закрыт, кинотеатры были закрыты. В общем, добро пожаловать. Так, значит, сегодня у нас 3 сентября 2020 года. Этот бронзовый памятник установили, потому что сегодня Андрею Хасановичу Джадоеву исполнилось бы 58 лет. Так, ну, пока я ничего не вижу. А где же у нас памятник установлен? А мы сейчас девушку спросим. А не подскажешь ли, где памятник установлен Джадоеву? Вот здесь. А, где фонтан, понятно. Ну, давайте вот сюда до конца пройдем. Впереди у нас улица Дзержинского. В общем, как-то показывал эту территорию. Она очень красивая, эта территория. Всегда ухоженная. Заходит спецмашина водовозки, поливается все, убирается. Вообще наш город чистый. А это вот улица Дзержинского. Там ГТРК, телерадиокомпания. И вот здесь дважды я видел, что здесь укладывалась вот терротворная плитка. С чем связано, не знаю, может не понравилось кому-то. И вот такая вот зеленая территория, вот просто я вам так скажу, ведь рядом у меня там есть Владимирская площадь, но я все равно вот сюда люблю приходить. Значит, здесь что у нас находится? Вот фонтан, сейчас вам его покажу, памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Теперь я не знаю, как называется этот сквер, то ли Лермонтовским сквером, то ли Жадоевским сквером, я просто не знаю. Давайте фонтанчик посмотрим с вами. Вот такой фонтан, я как-то вам показывал, он-то не работал. Я просто весной здесь проходил, смотрите. Ой, красота какая! А вода какая! Прозрачная, прозрачная. Так, ну и вот, собственно говоря, и памятник Андрею Хасановичу Джадоеву. Ребята, а вы как относитесь, что в Лермонтовском сквере поставили вот памятник Джадоеву? Может, лучше около мэрии было поставить? Чтобы наши мэры знали, что Джадоев для города много сделал, и чтобы они так же работали хорошо. Наверное, так, да? Ну, говорят, был опрос, и все согласились с большинством. Давайте, сейчас я вам прочитаю, что здесь написано. Андрей Хасанович Джадоев, вот 3 сентября он родился, 62 года, и 30 апреля, перед первым маем утром он просто-напросто трагически погиб, можно сказать. Глава города Ставрополя с 2012 года по 2020 год более 30 лет посвятил родному городу с первых дней трудовой деятельности и до последней минуты своей жизни внес неоценимый вклад в социально-экономическое и культурное развитие Ставрополя, автор и идейный вдохновитель проекта город на высоте, город у нас на высоте находится, там от 200, кажется, от 30 до 60 метров, такая информация небольшая, под руководством. Ставрополь дважды признавался самым благоустроенным городом России, героем труда Ставрополя, подсчеты гражданин города Ставрополя, получил негласное звание народного мэра за открытое искреннее общение с горожанами. Вот видите, возложили цветы, в общем, вчера на сайте нашего губернатора Владимирова я читал, что 8 часов было открытие этого памятника. Ну, видите, лавочка установлена и вот такой бронзовый бюст Андрея Хасановича Джадоева. Вот, смотрите, фонтан такой красивый. И вот рядом, рядом установлен памятник великому русскому поэту Михаилу Юрию Чулерамту. Сейчас я вам его покажу. Можете в принципе написать в комментариях как вы думаете в нужном ли месте поставлен вот такой бронзовый памятник нашему бывшему мэру или нет. Да. В общем, там разные были мнения. Вот, смотрите, это Михаил Юрьевич Лермонтов. Вот дальше, если я вот туда прошел бы, там установлен бюст Герману Лопатину. этому одному из переводчиков капитала Карла Маркса. Ну, давайте вот здесь пройдем до мэрии и пройдем. Это вот нам на сейчас выйти на площадь Ленина. Видите, какая территория здесь красивая, обалденная территория. Вот просто обалденная территория. Я по разным городам бывал, но вот свой город я больше всего люблю. А мнения какие были вот назвать территорию вокруг Комсомольского озера. Сначала губернатор предлагал. Ну, в общем-то, эта территория вот на родине называется она просто Комсак. Ну, там рыли, говорят, этот пруд комсомольцы. Да, нет. До этого там просто был архиерейский пруд. Там монахи этот пруд вырыли для собственных нужд. А потом уже, конечно, и комсомольцы облагородили, все сделали. Так, вот, площадь Ленина, там стадион. Так, 29 градусов Цельсия. Ну, вот, это вот дом правительства, это вот новые ели, которые посадили, видите, они маленькие, а вот такие они были. Вот такие здоровые были ели. Значит, 3 сентября, сейчас давайте давление посмотрим. давление что-то не показывает. Ладно, ветер, ветер, давление не показывает. И вот, видите, здесь вот тоже так вот красиво все сделано. Это вот наш краеведческий музей имени правой и прозрительного. Он раньше был двухэтажный, потом один этаж там надстроили. А вот там у нас пятая школа. Вот тоже реконструкцию такую сделали, облицевали школу эту. Она еще, я вам так скажу, в ночное время вот и музей, и школа так. Там подсветка хорошо освещается все. И вот здесь у нас площадь Ленина вправо, а влево у нас Александровская площадь. Тоже такая вот подсветка здесь красивая. Вот даже, видите, уже чуть-чуть включили. Видно, там галерея у нас. Вот это здание тоже, оно было двухэтажное. В народе это здание называлось Пьяный угол. Почему так называлось? Ну, потому что здесь был магазинчик такой. Гастроном Бакалеи, кажется, назывался. вот поэтому и получило такое название. Так, а здесь у нас музыкальные ступени есть. Ну, в этом тоже, в принципе, заслуга Джадоева. Город он облагораживал нормально все. и дальше продолжение, что значит потом Владимиров предложил назвать вот этот сквер вот музыкальные ступеники. Говорят вам слышно, нет? Ну, две ноты я поймал. Так, идем дальше. Нет, здесь уже нет никаких музыкальных ступенек. Они даже вот срабатывают. А, я не там просто пошел. Надо было правее пойти. От капли дождя даже срабатывают. дальше у нас Сум идет универмах. А здесь и мэрия недалеко, кстати. Вот Сум Ставрополь. Здесь у нас континент бизнес-отель. ДНС. Там дальше была милиция Ленинского района. У меня, кстати, зять там работал. Участковый он был на маманке. Дальше был комитет государственной безопасности. Они рядом здесь находились. Ну, сейчас это, естественно, будет полиция и ФСБ. Так, вот давайте вот сюда по парушкам поднимемся с вами. и дойдем с вами до проспект Октябрьская революция. Потом спускаемся вниз, поворачиваем лево вниз, спускаемся и поворачиваем на проспект Карлмарса. В принципе, где у нас и находится мэрия и городская дума. Так, а что интересно сейчас здесь? А вот приемная главное управление МВД России по Старопольскому краю. Раньше это было, я уже говорил, Левинский РУВД, это вот ФСБ здание. там у нас тоже управление МВД, вот там флаг видите, развивается вниз под Дзержинском. В принципе, просили пройти, но не сегодня. если туда вниз спуститься, то там есть вход в Центральный парк, или как он назывался, парк Ленинского Комсомола. Так, все у нас красиво, смотрите, видите? Это вот аптека Байгера, это верхняя, но есть еще нижняя. Здесь вот тоже такая пешеходная зона, а вот там если чуть пройти, сразу за вот этим зданием был у нас кинотеатр Орленок, ну а влево вход в парк. Так, идем дальше, и указатели, это уже центр города, естественно, будут указатели, вот что здесь у нас находится, даже сейчас прочитаю, пока все равно 30 секунд еще ждать, так, Ставропольский Краевой Музей Изобразительных Искусств, это вот 110 метров, тут чуть вот надо пройти и слева он окажется. Так, парк культуры и отдыха центральный, 125 метров и направо я вам говорил. Так, бульвар Ермолова, вот туда мы сейчас пойдем, 205 метров. И мемориал, почетные граждане города Ставрополя, 345 метров. Кстати, Джадои уже у нас почетный гражданин города Ставрополя и к дню городу установит его тоже бюстом. Смотрите, какие ели красивые у нас, голубые ели. Вот, здесь тоже вот такую плиточку уложили. Ну, в принципе, что, неплохо, я считаю. вот работа бывшего мэра все равно здесь видна. И горзелин строит, всегда у нас вот цветы высаживает, всегда у нас красиво здесь, хорошо. Давайте я вот здесь пойду. Ну, такие съезды для мамочек с колясками, ну, и для велосипедистов, кто на самокатах. А это вот дом офицеров. Ну, сейчас он называется дом юмармии. И вообще, вот это здание, это вот первое здание русского театра на Кавказе. Вот там табличка есть. И направление, смотрите, куда. Аэропорт. Ну, аэропорт у нас Михайловский. Нижний рынок, интурист. И железнодорожный вокзал. Так вот, вперед, если мы идем, вот видите, там такие арочки красивые, они тоже в ночное время так освещаются красиво. И там у нас Крепостная гора и остаток крепости, который остался. Так, значит, там у нас Александровская площадь, Ангел. И здесь, кажется, пешеходная улица у нас. Здесь фонтан у нас красиво, а там, видите, вот такое сердечко. Я люблю Ставрополь, да? Кто ж его не любит? Хороший город, хороший город, тихий, уютный. Я вот здесь пойду, по порожкам не хожу, вот здесь блинная всегда была. Да, так блинная осталась. Вот сюда, когда в городе бывал, а тогда микрорайон уже мало было. Вот мы приходили сюда там победать, позавтракать, это сюда. Так, ну здесь, здесь у нас мелодия раньше была. Вот здесь какой-то ремонт идет. Это баннеры старые, 18-й год, благоустройство дворовых территорий. И вот мэрия наша. Вот оно впереди. Это вот новое здание. А чуть дальше старое здание увидим. Вот к чему я подвожу эту всю прогулку, друзья. Друзья, савропольчане, просто пишите комментарии. Как вы считаете, ну а если бы вот здесь поставить памятник Андрею Хасановичу Джадоеву, а? Ведь неплохо было бы. Здесь вот очень много горожан ходит, гостей города. Ну, это лично мое мнение. Мэра у нас много было. Мэра Джадоев один из таких неплохих мэров был. Сейчас у нас Иван Ульянченко. Вот мэрия. Вот администрация города Ставрополя, Ставропольского края. А здесь дома у нас. Так, дальше у нас что? Дальше у нас улица Кастахи-Тагурова. А здесь вот наверное моих еще детских ребенок остались лесбисты Карла Марса и Владимира Ильича Ленина. На этом, друзья, пожалуй, и все. Значит, вот откуда машина выехала, там центр занятости сейчас, и вот там вот за этим серым зданием, там Кристалл и там у нас улица Кастахи-Тагурова.